Другим темам. Жители Чернолучья много лет добивались восстановления памятника Ленину. На просьбы пенсионеров откликнулся коммунист Сергей Зорин. Совсем скоро все чернолучинцы увидят результаты труда строителей. На реставрационных работах побывала и наша съемочная группа. Сколько песен, стихов, речей, о тебе мы в те годы пели, А теперь над твоей головой только холод, снег и метели. Ты стоишь во главе аллеи, поросло все вокруг бурьяном. Они мыли тебя, лелеяли, окружали розами алыми. Это стихотворение Элеонора Ивановна написала, когда вернулась в родной поселок. Она застала памятник вождю революции в очень плачевном состоянии. Его коснулась не только время и ненастная погода. Здесь поработали вандалы. Строителям пришлось восстанавливать множество деталей. И они мастерски с этим справились. Восстанавливали бороду, брови восстанавливали полностью. В общем, в ужасном состоянии был. Мы использовали самые современные материалы. Он прослужит долго, а еще, наверное, столько же простоит. Не один десяток лет. По крайней мере, надеемся на это. В советское время этот памятник стоял в самом центре живописной аллеи. Здесь раньше находился дом отдыха. Жители Чернолучья вспоминают. Здесь было очень оживленно. Каждый день играла музыка. Сейчас все пришло в запустение. Реставрация памятника Ленину для местных жителей – как первый шаг к возрождению былой атмосферы, о которой они всегда вспоминают. Он теперь займет самое достойное место в нашем парке. Мы будем ухаживать за этим памятником. И посадим вокруг многолетние цветы. И даже оформим тут как небольшую зону отдыха. Пять дней работы строителей и памятник Ленину полностью восстановлен. В ближайшее время состоится его торжественное открытие. Алла Ливина, Александр Филиппов, Обком ТВ.